Все 144 контейнера, неофициально располагавшиеся на территории Кировского вещевого рынка, демонтированы. Теперь перед районными властями стоит задача убрать торговые точки вдоль железнодорожного полотна. Напомним, в Самаре идет подготовка к строительству транспортно-пересадочного узла, который будет располагаться на станции Пятилетка. И Кировский рынок стал на пути стройки. Полностью его убирать не будут. Демонтированы только те павильоны, которые мешают осуществить проект. В целях освобождения указанного земельного участка, то, что транспортно-пересадочного узла позволит разгрузить городской трафик, соединив в одном месте сразу несколько видов транспорта – автобусы, метро и железную дорогу. Законным собственникам предложат торговые помещения в том же районе. Все работы должны быть завершены до 2022 года. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина. Транспорт-пересадочный узел подразумевает под собой все равно какое-то протяжение людей. И, в общем-то, если это будет рынок цивилизованный, красивый, который будет удовлетворять требованиям Самары, города, в общем, ничего плохого в этом нет. На совещании речь шла и о безопасности детей в школе и подготовке к предстоящему Дню Знаний. В Самаре сегодня 159 образовательных учреждений. Все они уже получили допуск к началу учебного года. 1 сентября там будут усилены посты охраны. До конца августа с работниками проведут инструктаж по соблюдению пропускного и противопожарного режимов. На дооснащение образовательных учреждений техническими средствами охраны за счет средств бюджета. В текущем году были направлены финансовые средства на установку систем видеонаблюдения в шести школах, на установку систем громкоговорящей связи в 12 школ, и на установку систем контроля доступа одного учреждения. Повысят безопасность и в местах массового пребывания людей. Впереди фестиваль цветов, который пройдет в Самаре 24 августа, а также День города, отмечать который планируют три дня. Мэри Елчан, Василий Кладашов, События.